Дамы и господа, всех приветствую! Сегодня будем смотреть на новенькую зарядку от компании ROG. Давайте посмотрим на нее поближе и будем делать выводы, стоит ли она вообще своих денег. Я специально подготовил здесь рядом те зарядки, которыми я пользуюсь и в работе, и вообще просто в жизни. И мы сравним ее, собственно говоря, с этими зарядками. Вот так вот выглядит эта зарядка. Значит, 6 долларов 65 центов она стоит. Ну и по доставке вашу струну, скорее всего, будет бесплатно в мою 2 с копейками. Эта зарядка интересна тем, что она является, ну скажем так, альтернативой оригинальным зарядкам тем же Xiaomi. Кто не в курсе, компания ROG в принципе довольно известна и очень много всего делает классного, качественного. Но единственный нюанс это то, что здесь нет никакого логотипа. То есть на картинке мы логотип видим, что здесь это действительно от компании ROG. Видим, что 18 ватт она выдает. Также еще кабель заказал. На него посмотрим чуть попозже. Теперь сравним с теми зарядками, которые я вот недавно заказывал. Эта зарядка от компании TOPK. Стоила она просто копейки. Здесь у нас поддерживается Quick Charge 3.0. И тут же сразу же одновременно обычная зарядка, значит, 5 вольт 2 ампера. И еще очень важный момент это то, что они могут работать вместе. То есть Quick Charge не мешает, если вы будете нагружать 5 вольт 2 ампера. Очень классно, при том, что она компактная. По запаху немножко имела запах эта зарядка, но сейчас все выветрилось. И, в принципе, легкий-легкий, если принюхаться запах пластика, китайщины есть. Но, в общем-то, в комнате не воняет, так что можно смело брать. Пока что она меня радует. Ну и по габаритам, посмотрите, эти зарядки чуть-чуть отличаются. По дизайну, конечно, ROG намного симпатичнее, лучше. Но он более глянцевый. То есть вот эта вещь, она будет где-то в поездках постоянно царапаться, если вы берете себе для поездок какой-то универсальный мощный адаптер. К тому же у него всего один порт. То есть можно отметить это как недостаток небольшой. Но в любом случае за эти деньги, я думаю, что это является отличным конкурентом тем же Ugreen, тем же популярным брендом, там, Bazeus и так далее. Вот так вот по габаритам выглядит эта зарядка в высоту. То есть она точно такая же, как и Topg. Но по ширине она чуть-чуть поуже. По дизайну, как вы уже могли заметить, плюс-минус все на вкус и цвет. Следующая зарядка, это зарядка оригинальная от компании Xiaomi. Если посмотреть, то она тоже с одним портом, тоже Quick Charge 3.0 поддерживает. Естественно, в высоту она точно такая же, там, плюс-минус миллиметр. А вот в ширину она пошире, чем Rock Space. Поэтому оригинальные зарядки, они чутка побольше. Но не во всех устройствах. Это зарядка от Mi 9 SE. Есть зарядка у меня от Mi Max 3.0. Так вот она выглядит, Quick Charge 4.0 поддерживает. Теперь посмотрите на габариты. Она, во-первых, меньше, ну, по высоте. По ширине она плюс-минус такая же. А в глубину она, или как, я даже не знаю, как эти параметры называются, собственно говоря. Да, в глубину она чуть поменьше. Получается, что есть зарядки у Xiaomi все-таки компактные. В принципе, она тащит отлично все устройства до этого, до того, как у меня появились эти зарядки. Я заряжал от нее и от оригинального адаптера Xiaomi Quick Charge 3.0 от своего Mi 5S. Поэтому, в общем-то, если нужна компактность, плюс-минус, да, то можно рассмотреть Rock Space. Либо какие-то оригинальные зарядки от Xiaomi. Но на Алиэкспрессе очень много подделок, поэтому я и говорю об альтернативах. Чтобы можно было смело купить какой-то брендовый товар и не бояться, что вы нарветесь на подделку. Оригинальная зарядка Meizu работает в режиме Quick Charge 3.0. И также поддерживает быструю зарядку Meizu самого нового поколения. Поэтому здесь, в общем-то, адаптер, ну, должен быть большой. Понятное дело. Но здесь мы видим, что он не сильно-то больше. Чуть-чуть больше в высоту. В ширину плюс-минус такой же. Может быть, даже чуть поуже. Ну, и вот так вот он тоже чуть-чуть побольше. То есть, он чуть более приплюснутый. А в целом габариты плюс-минус такие же. Ну, и зарядка мощнейшая от Bazeo. Самая популярная, которая вот была у меня на канале в последнее время. И набрала действительно много просмотров. Что-то как-то вот заинтересовались всей этой зарядкой. Хорошая классная зарядка. Не без недостатков. Очень мощная. Ну, вот посмотрите, как она выглядит. То есть, видно, что она значительно больше. Но это и понятное дело. Потому что здесь все-таки поддерживается Power Delivery. Плюс USB Type-C разъем. Какой вывод можно сделать? Какое заключение уже сейчас? Ну, вывод такой, что она по габаритам не больше, чем ее конкуренты. Скажем так. Или те зарядки, которыми вы пользуетесь из коробки. Или, может быть, которую потеряли. Если вы хотите на замену себе, или вы потеряли, или еще по какой-то причине хотите купить. То вот такую зарядку можно смело брать. Она не сильно большая. О чем говорит размер? Да о том, что там используются хорошие комплектующие. Как правило. Я сейчас не утверждаю. Это просто предположение. Потому что обычно, чем зарядка компактнее, тем все там меньше. Тем больше нагрев, тем быстрее она выходит из строя. Поэтому слишком сильно, слишком маленькие устройства покупать тоже не стоит. Ну и что ж, давайте теперь проверим ее на тестере. Также подключу ее к разным смартфонам. Посмотрим, как она будет себя вести. А перед этим я покажу вам кабель. Новенький кабель от компании ROG. Это кабель, ну, такой, немножко дизайнерский. У меня очень много кабелей ROG было на тестах. Однажды я заказал, там, не помню, с десяток разных кабелей. Давно ничего не заказывал. И, в общем-то, сейчас самое время посмотреть, что же у них новенького. По кабелю он вот такой вот необычный, в виде рыбки. То есть, для тех, кто, не знаю, девушкам такой кабель, мне кажется, понравится. Для тех, кто любит что-то необычное, что-то удобное. Потому что здесь, посмотрите, такой вот выступ. То есть, когда вы его вставляете, высовываете, он будет удобный. Эта часть у нас идет вот такая вот мягкая, прорезиненная. Так что, в общем-то, я думаю, что проблем с перегибами не будет. Эта часть у нас также идет мягкая, вот такая вот слегка прорезиненная как будто. У меня, на самом деле, хороших, мощных кабелей, microUSB, очень мало. Это либо короткие кабели Xiaomi, которые у меня шли там с пауэрбанками, там с другими устройствами. Либо вот у меня сейчас появился Bazeus, двухсторонний, очень классный кабель. Ну, в общем-то, я так подумал, USB Type-C кабель у меня просто как грязи. К тому же, у меня куча магнитных USB Type-C кабелей. А вот microUSB нет. Поэтому сегодня будем тестировать еще вот этот небольшой кабелек. Он имеет в длину всего лишь метр, но он имеет очень хорошее сечение, поэтому и можно заряжать большими токами с минимальными потерями. Также у него тканевая оплетка, и, как вы можете заметить, очень толстый кабель, поэтому он на разрыв будет очень-очень надежным. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление. А там, как оно будет, это мы уже проверим. По цене, кстати, кабели недорогие. Чуть больше 3 долларов. Длина 2 метра. Есть USB Type-C и так далее. Но USB Type-C поддерживает до 5 А, так что можно смело покупать такой кабель, например, если хотите использовать с быстрыми зарядками, там, с мощными всякими зарядками. И, кстати, доставка бесплатная. В общем-то, ссылки я оставлю в описании. Можете посмотреть, если вам понравится заказать. Там, по-моему, еще есть разного цвета. По-моему, еще черные есть. Не помню точно. Ну что ж, начнем с простого теста. Возьмем нагрузку. Видно, что сейчас без нагрузки он выдает 5 В без проблем. Даже 5,2 с запасиком. Значит, 1 А, потом подключим 2 А и посмотрим, насколько изменится у нас напряжение. Итак, поехали. 1 А, видим, что напряжение чуть-чуть просело, но оно держится в районе больше 5 В. Это огромный плюс. Теперь 2 А. Видим, что напряжение остается отличным, высоким, больше 5 В. Это огромный плюс. Зарядку уже в обычном режиме можно использовать, не переживая о том, что у вас будет что-то там не соответствовать. По току, по напряжению все просто отлично. И еще один момент, это то, что я эту зарядку сейчас протестирую где-то в районе часа на нагрузке и сделаю выводы по поводу ее нагрева, стабильности работы и так далее. Ну и, конечно, проверим, уйдет ли она в защиту. Следующий тест это вот такой вот тестер, на котором я проверю возможность поддержки Quick Charge 2.0, 3.0, Huawei, Samsung зарядок, а также максимальные возможные токи для данного адаптера. Итак, сейчас мы видим ток в 2 А, видим, что напряжение у нас не просаживается. Ток 2,5 А, напряжение у нас не просаживается. Просто отличный результат. Ток 3 А, напряжение не просаживается ниже 5 В. Просто отменный результат. Ток 3,5 А, напряжение держится молодцом. Отличная зарядка. Ток 4 А, напряжение не просаживается ниже 5 В. Все, больше я дать не могу. Тестер показывает, что он не может замерить ток, но вот нагрузка показывает тот ток, который она забирает. И мы видим, что здесь у нас 4,5 А, напряжение 5 В. То есть, зарядка просто отменно справляется и пока что даже еле теплая. Ну, это комнатная температура на самом деле. Давайте попробуем дать 5 А. Кстати, уже на данный момент 4,5 умножьте на 5, посмотрите, какой мощности эта зарядка. Мы уже имеем на выходе 22,5 Вт. Единственное, что видим сейчас, ушла зарядка в защиту. То есть, при таких высоких значениях по току она не может так долго работать. Понятное дело. В принципе, она должна выдавать нам результат 18 Вт. Поэтому где-то в районе 3,5-3,6 А я ее буду гонять. Скорее всего, даже лучше 3,7 А выставить. И на протяжении часа, например, посмотрим, какие она даст потом результаты по напряжению. Будет ли уходить защиту, будет ли перегреваться. Ну и теперь проверка специальным триггером на поддержку быстрых зарядок. Для этого запускаем нагрузку в режиме триггера. Выставляем режим авто. И запускаем. Ну, в общем-то, Quick Charge 2.0. Quick Charge 3.0. Самсунговская зарядка там промелькнула. Но уже я вижу, что вот он результаты нам показал. Вот результаты этого теста. Мы видим, что все светодиоды горят. А это говорит о том, что данная зарядка поддерживает и самсунговские быстрые стандарты зарядок. И, естественно, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Это отличный просто результат. Ну что, оставляю ее на длительный период времени. И будем смотреть, что она себя представляет в нагрузке. Ну, а для теста этого нового кабеля я, в общем-то, буду использовать ту же связку. Тестер и нагрузку. Выставили 1,5 А. Вот я выключаю нагрузку. Видим, что кабель без проблем передает 5 В без просадки. Все то, что дает нам адаптер. Четко нагружаем. Сопротивление кабеля начинает влиять. И мы видим небольшую просадку до 4,9 В. При нагрузке в 2 А мы видим просадку до 4,8 В. При нагрузке в 2,5 А мы видим просадку до 4,7 В. При нагрузке в 3 А видим просадку до 4,6 В. Ну и 3,5 А, 4,5 В. В принципе, результат очевидный. Этот кабель ничем не лучше и ничем не хуже стандартных, хороших, качественных кабелей. Ну и проверим его, конечно же, на поддержку Quick Charge 3.0 и 2.0. Quick Charge 2.0 поддерживается. Видим рост напряжения. Quick Charge 3.0 тоже поддерживается. Об этом есть соответствующий светодиод. И поддерживаются зарядки Huawei Samsung фирменные. Метр недорого, качественно. В общем-то, все необходимые тесты он прошел. Я считаю, что неплохой кабель за эти деньги. Что вы думаете по этому поводу? По поводу кабеля, зарядки? Напишите в комментариях. А я приступаю к тесту. И если эта зарядка спустя время покажет какие-то плохие результаты, я сюда вклею эту информацию. Если все будет good, то я пополнять ничего не буду. И вы просто поймете, что данная зарядка выдержала все необходимые нагрузки спустя час, два, три и так далее. Хорошего вам настроения. Все ссылки в описании. Ссылка на второй канал, где вы найдете не менее интересные видео, будет в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли экономить. Ну и заходите в группу ВКонтакте. Там море интересных скидок, новостей и так далее. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok